Доброе утро! Доброе утро! Мне сегодня повезло, и вчера я ездил специально, высматривая. Они как попрятались. Значит, почему? Да, обозначим поводу нашей встречи. У нас не так много времени, будем говорить, достаточно быстро, в таком экспресс-режиме, значит, тем у нас опасное вождение. Дело в том, что понятно, что каждый из нас периодически апеллирует к этому термину опасное вождение, встречаясь с теми или иными участниками дорожного движения. Иногда сами мы попадаем под эту категорию, тоже совершая какие-то неожиданные маневры, подставляя, скажем так, других водителей, которые в данный момент с тобой где-нибудь соседствуют по полосе. Так вот, сейчас зреет определенная такая история с квалификацией этого самого опасного вождения, с тем, чтобы за него наказывать. Игорь, так ли это? Да. По идее, уже к концу этого месяца, то есть я думаю, на следующей неделе появится в правилах дорожного движения новое определение. Опасное вождение. Да, где будет написано, что такое конкретно опасное вождение, потому что разговоров очень много. В мире, во многих странах существует такой термин, по-разному он прописан, где-то, с нашей точки зрения, вообще смешно. Смешно прописано, да? Ну, например, в английских правилах написано так. Опасное вождение – это вождение, которое демонстрирует водитель хуже, чем он мог бы водить обычно. Очень хорошо. Очень расплывчиво. Понятно. Они понимают, а вот для нас, что значит хуже, чем обычно? У нас это может расшифровать только, знаете, наверное, определенный автоинспектор. Но понятно, почему тут еще нужно все квалифицировать, описать и передать определенную категорию. Дело в том, что изначально были противники у введения этого термина в правила дорожного движения. Да, полагая, что недостаточная, например, расшифровка этого термина приведет к тому, что недобросовестные сотрудники, недобросовестные инспекторы ГАИ будут пользоваться этой терминологией для того, чтобы где-то там лишний раз прижать любых водителей, да? Ну, то есть, когда четко не прописано в правилах, что это такое? Да, у нас точно надо прописать достаточно четко. Ну, в общем, переводя на русский язык, там формулировка есть, она очень умная, она такая юридическая, но в переводе на русский язык примерно звучит так, что опасное вождение – это неоднократные действия, неоднократное тут ключевое слово водителя, которые могут создать опасность для других участников движения, опасность для их жизни, здоровья и их имущества. Значит, в связи со всей этой историей правительство открыло специальный сайт, на нем опубликовано видео, и на видео показано, что же такое опасное вождение. Ну, как теперь мы живем в эпоху визуализации, и все проще показать, чем объяснить, у роликов говорящие народные названия «Шашки, нервики, терапыги, грядки, воспитатели и упертые». У нас есть такое предложение для Игоря, мы сейчас у нас на экраны заведем эти ролики, также их смогут увидеть те люди, которые смотрят нашу видеотрансляцию, я правильно понимаю, да? Те люди, которые смотрят нашу видеотрансляцию, вместе с нами могут это смотреть и слушать комментарии Игоря Маржаретта. Ну, а для тех, кто нас слышит по радио, мы, безусловно, тоже будем описывать картинку с комментариями Игоря, что же происходит и как это квалифицируется, ну, чтобы всем было понятно, о какой ситуации идет речь, и что она теперь будет признаваться окончательно бесповоротно опасным вождением. Итак, внимание на экран, внимание на приемник. Внимание на экран, и мы, естественно, будем рассказывать для тех, кто не видит. Угу. Заводите. Машина едет двухполосная дорога туда-обратно, да? Угу. И, соответственно, происходит перестроение, обгон по встречке и так далее. Соответственно, машина, которая идет впереди, не дает обогнать. Да, это препятствие обгона, это само по себе нарушение. Вообще, шесть признаков опасного вождения, и опасное вождение, как правило, сочетание одного-двух-трех признаков. Вот это один из них, когда водитель не дает обогнать другому. Ну, и чем это иногда заканчивается? Не давал, не давал, улетел. Ну, потому что он сам поехал по встречке, и для того, чтобы сбежать от ДТП, вот такой вот упертый человек попал тоже в ДТП. Да, речь идет о том, что опасное вождение, это реально часто заканчивается аварией. Вот людей, которые вот так водят, на самом деле не так много, статистика говорит, что примерно 3-4% всех водителей можно отнести к категории опасных. Но на их долю приходится примерно четверть всех ДТП, в том числе ДТП, самый тяжелый на их совести. Поэтому вот обводили это. Вот я говорю, вот конкретно мы сейчас смотрели, это препятствие обгону. Препятствие обгону, или как называется, ролик упертый, да, то есть человек, который по каким-то своим непонятным соображениям, скорее всего, связанным с психологией просто человека, с его характером, с его психофизикой, скажем так, он просто не дает обогнать себя, что приводит к нежелательным последствиям, в том числе и для него. Следующий ролик называется... Воспитатель. Воспитатель. Ну, я думаю, тут понятно, о чем идет третье. Это самые противные люди, которые решают, что вот они все знают, умеют, им кто-то так, допустим, не дал дорогу, не так повел, и они начинают учить. Вот это самые гадкие и противные люди, которых ненавидит большинство водителей. Вот видите, как бы его не пропустил, ему так кажется, и он обгоняет и начинает резко тормозить, пугая водителя. Между прочим, вот тот, кого пугает, мог быть не очень опытным, это закончится плохо. Это же вообще человек, который первый день за рулем едет, грубо говоря. Да, вот, кстати, реальные кадры. Знаменитая история, когда один из водителей не пропустил скорую помощь, вернее, скорая помощь не уступила ему, видите ли, дорогу, и он начал, якобы, учить скорую помощь, притормаживая регулярно перед автомобилем. Ну, вот, ситуация обычно иногда кончается так, как вот на последнем кадре, когда вот такого учителя догнал обучаемый и испортил, ну, скажем так, зад, и сегодняшний день в целом. Итак, это тоже будет квалифицироваться как опасное вождение, будет наказываться штрафом? Ну, пока штрафом. Дело в том, что, еще раз говорю, опасное вождение сочетание нескольких видов или одного, но несколько раз. То есть, если вот такой учитель учит там не просто один раз, а несколько раз, вот, то есть, пугал, это уже будет считаться опасное вождение, и пока, видимо, наказывается штрафом. Неизвестно, какой размер штрафа. Правительство предлагает пока 5000 рублей на первый раз, на второй раз. На первый раз, просто за первый раз, когда поймали. Да, а второй раз лишение прав. Дорогие учителя, слышите ли вы, дорогие упертые, слышите ли вы, что 5000 рублей теперь будет квалифицироваться ваши методы поведения, вернее, ваши привычки поведения на дороге? Случится это ближе к концу мая, как только будет введено понятие опасное вождение в правила дорожного движения. Смотрим следующий ролик. На самом деле, термин будет введен в конце мая, но наказание появится, видимо, к осени. Спасибо. Грядки. Грядки. Несоблюдение бокового интервала. И вот здесь, наверное, самая обсуждаемая и ненавистная, скажем так, тема, в первую очередь, для автомобилистов будет. Понятно, что многие сталкивались с тем, когда в пробках, вот в этих безумных рядах, между рядами едут мотоциклисты без, естественно, пробок, без каких-то проблем для движения. Машины стоят, а мани могут еще и ехать. А если мотоциклист едет быстро, то это вообще песня отдельная. Но это касается не только мотоциклистов. Естественно, не только мотоциклистов. Потому что съемок сейчас больше было мотоциклистов. На самом деле, есть страшные люди, которые и на автомобиле между рядами пытаются. Которые пытаются, да. Между рядами или на обочину выезжают, это тоже будет, не соблюдая расстояние боковой дистанции. Это тоже очень опасно. Но вот та тема, про которую я заговорил, мотоциклисты. Все-таки, да, ведь понятно, что число мотоциклистов каждый день растет в геометрической прогрессии. Но, к сожалению, сокращается тоже. И одно из преимуществ мотоцикла, это действительно езда без тех проблем, которые используют... Мобильность. Да, автомобильность. На самом деле, с мотоциклистами тут несколько сложнее. Все-таки речь идет о мотоциклистах, которые едут между рядами. Это не считается, что он между рядами, потому что у него два колеса, он не может ехать между рядами. Он едет или по левому, или по правому. Тут он просто не соблюдает дистанцию, он слишком прижимается. Для мотоциклистов в российском законодательстве нет понятия между рядами. За это их не наказывают. Но если он слишком лезет в узкую щель или начинает маневрировать, жир-жир-жир-жир-жир- из ряда в ряд, это действительно должно наказываться и караться достаточно жестко, потому что мало того, что он сам же несощущенный, он же рискует дико, он создает аварийную ситуацию. А вдруг я на дому на ходу дверь открыть? Дверь открыть или перестроиться, потому что я увидел вот это. Я его не вижу. На самом деле про дверь шутка, а про перестроиться, ну, я же не жду его... Появления неожиданного. А когда он тут летит, как пуля, так... Не, понятно, что, безусловно, при любом перестроении мы должны смотреть в зеркало бокового вида, но они реально, как я говорю, иногда они из-под мышки появляются. Да, но летом советуют смотреть два раза, потому что вдруг он действительно вылетит в этот пулечко. Игорь, вы упомянули здесь же в этой категории езду по обочине, а езда по обочине уже, по-моему, вынесена отдельно, главное нарушение. Шесть признаков сейчас обозначены для опасного вождения. Каждый из них прописан в правилах дорожного движения как нарушение, и в КОАПе есть для них наказание. Оно может быть большое, маленькое, может быть 500 рублей, может быть 1000, но если они собираются в кучечку, это уже становится страшно. Потому что, ну, условно говоря, человек один раз обогнал, там не очень правильно, 1000 рублей штрафа, я условно говорю. А если он все время обгоняет, при этом учит других, при этом там, я не знаю, разгоняется, ускоряется, при этом прижимается сзади, и таких мы деятелей знаем, на дороге видели, и это страшно, действительно, может и приводит иногда к достаточно тяжелым авариям. То есть должно быть или одно повторяющееся нарушение, или несколько в сочетании. Как правило, вот по западной практике, я смотрю, у них не менее трех должно сочетаться, и тогда все, родной приехал. И во многих странах это жесточайшее наказание, даже если не случилось ДТП, а просто некая опасность. На настоящий момент правительство открыло специальный сайт, и на нем видео, для того, чтобы уже люди сейчас понимали, что значит опасное вождение. Понятно, что мы, в общем-то, знакомы с этими явлениями. Ага, на своем опыте. На своем опыте. К сожалению, многие, наверное, кстати, Лена, это видео еще для того, чтобы понять, вот как я вожу. Вот я посмотрю, я представляю, боже, думаю, а я иногда так делаю. Может, это не надо. Мы уже рассмотрели с вами, обсудили три ролика. Один, условное название, упертый, то есть это водитель, который на своем транспортном средстве не дает обгонять себя другому транспортному средству. Таким образом создают тоже аварийную ситуацию. Воспитатели, это вообще люди, которых я, честно скажу, ну, не знаю слова, ненавижу, но очень не уважаю. Это те люди, которые думают, ну, или действительно даже попадают в такую ситуацию, что кто-то там их на дороге, там, да, ну, чем-то им помешал. Ну, может быть, кто-то там, ну, создал какую-то нестандартную ситуацию, и те начинают учить, тем самым тоже создавая еще более худшую ситуацию на дороге. И ролик грядки, так называемые. Те, кто ездит между рядами, не соблюдает дистанцию боковую. Боковая дистанция. Игорь, давайте, прежде чем мы перейдем еще к трем роликам, я надеюсь, что мы все их успеем посмотреть и прокомментировать, такой вопрос, а как все-таки будут отслеживаться эти нарушители? Ведь если уже это конкретная будет категория нарушителей, это будет квалифицировано в правилах дорожного движения, как их будут отслеживать? Ведь камеры на это работать не могут еще. Могут. Могут? Значит, во-первых, будут камеры работать в видеонаблюдении стационарные. Они могут, вот они частично уже работают. Вот те, которые сейчас уже закреплены. Во-вторых, камеры, которые есть... То есть функционал будет как-то добавлен этим камерам? Да, да. Во-вторых, значит, камеры, которые в машинах ДПС. В основном будет все видеофиксация. И в-третьих, у нас на днях принят закон, который обязывает суды и следствия принимать видеозакон. Данные с видеорегистратора. С видеорегистратора, смартфоном и так далее от граждан. А к осени Минсвязи обещает сделать бесплатную программу, которую можно будет скачать на смартфон и на продвинутый видеорегистратор. И там будут уже указаны и координаты, точное время и место, где произошло. Такую запись невозможно будет, как обещают, подделать. Она будет... Программка бесплатная. И вот такие записи будут рассматривать специальное подразделение в ГИБДД и принимать тут же решение. Вот, Игорь, понятно, что камер, которые находятся в Москве, их невероятное количество. Спору нет. Почти полторы тысячи. Да. Возьмем пример. Вот это вот недавно открытая платная ленинградка, по которой я езжу регулярно и благодарю всех, кто открыл, вне зависимости от стоимости проезда. Действительно, там сейчас нет ни камер. Там стоят, не знаю, муляжи, либо неработающие камеры. Ограничения скорости практически нет. Откуда ты знаешь? У меня есть продвинутый антирадар и антистрелка. Там все в одном флаконе. Значит, ограничения скорости практически нет. Люди там несутся после четырех полос, которые до Зеленограда по двум полосам и едут именно так, как хотят. Благо, там есть отбойник между встречным и там невозможно выкинуть тебя на встречку. Но вот с точки зрения перестроений, как хочется, вот этих обучений и морганий фарами сзади, когда сзади тебя поджимает черный автомобиль, который едет под 200 и уходит от тебя, который едет там на 120, как от стоячего. Вот здесь-то как? Ведь мы понимаем, что федеральные трассы, где в основном происходит вот это вот безумное перестроение, шашечки, невозможность недавания обгона и так далее, они происходят в основном-то не в черте города, а за городом. Потому что за городом больше. Друзья, в городе тоже много, особенно на скоростных дорогах типа МКАДа, Третьего Кольца или в элитных магистралях. Тут вот о чем я хотел сразу сказать, Захар, то, что заплатил за проезд под дороги, не значит, что можно ехать как угодно. Вне всякого сомнения. Камеры там есть, но будет еще больше. Там просто скоростной режим должен быть установлен, допустим, 130, то есть реально можно ехать 140. Ну, допустим, да. Вот, но все равно нарушать и там не надо, потому что камеры есть там сейчас и будут их число, будет их число, думаю, увеличено. Не я их ставлю, не я этим командую. Я даже не подвергаюсь сомнению вашу фразу. Я говорю о том, что ведь на, особенно пригородных магистралях, но нет такого количества камер, где можно действительно нарушителей-то ловить. А тут вся надежда на вот... На регистраторы. Нас на видеозапись в Мояк водите. На регистраторы, на смартфоны, что мы будем снимать и отправлять, и что будет специальная группа в ГИБДД, я же говорю, которую будут разбирать и, видимо, пока это только предложение, будут работать по принципу нынешних писем счастья. Ведь пришло письмо превышение скорости, сидит человек, посмотрел офицер, так расписался и пошло по почте. Все, не согласен. А здесь в обратку нет, здесь то же самое. Получил письмо счастья, иди плати пять тысяч, не нравится, иди в суд оспаривай. Это был не я, я в это время в Мексике загорал на солнышке. Можешь доказывать, как и сейчас, по превышению скорости, допустим. Предлагаю продолжить обзор видеороликов. Торопыги. Торопыги, да. Это несоблюдение дистанции. Все самые моргающие сзади фарами... Да, поскольку у нас нет наказания за моргание фарами, есть наказание за несоблюдение дистанции. Если прижимаешься сзади, это опасно. Реально, вот смотрите, это пока 3D-ролик, мультик такой, а дальше есть конкретные примеры. Вот несется какой-то... Человек очень спешит, видимо, у него кто-то на заднем сиденье рожает. Идем прогоняется полосы. Да, да, да. Прогоняется полосы. Друзья, напомню, опасное вождение RF, адрес сайта, где можно все посмотреть и все примеры роликов, которые будут считаться опасным вождением. И вот, пожалуйста, впереди стояла машина с аварейкой, Торопыга прогнала с полосы машину, которая ехала перед ним и врезалась, соответственно, в машину, которая стояла с аварейкой в этой... Еще раз говорю, не зря это называется опасное вождение, потому что часто очень приводит к каким-то реальным... Слушайте, вот на самом деле это очень противная категория, потому что сколько раз я себя психологически не настраивала бы, что не обращать внимания, то есть кто бы у меня там не моргал, хотя, в принципе, я еду там со скоростью потока, да, понимая, что вроде бы не создаю никому помех, но вот действительно человек, который очень сильно торопится, меня реально всегда это выбешивается, в состоянии, я становлюсь на какой-то момент неадекватным водителем в плане того, что мне действительно хочется перестроиться, потому что я ненавижу вот эту историю, когда начинают... Моргать сзади дальнего света. ...упираться себе в задние бамперы и моргать. Мало того, ведь известная категория автоподстав использует в том числе и моргание дальнего света. Да, конечно, сгоняют среду, а там вот уже ждут. Так, давайте следующий ролик, соответственно, мы разобрались с этой историей, следующий ролик называется Нервики. Нервики очень... Создание помех при перестроении. Те, кто нервно перестраиваются, они не то, что не дают, а вот, ну, смотрите, опа, вот перескочил из ряда в ряд. Но когда перескакивают из ряда в ряд, совершенно в ситуации, которая не предполагает к этому по правилам дорожного... Даже не по правилам, а по логике движения. Да, вот видите, опа. И, мало того, иногда зачастую попадают сами в дорожно-транспортное происшествие. Ну вот, он перестроился прямо перед носом другого автомобиля. Хотя, вот, кстати говоря, эта тема была наиболее обсуждаема в интернете, в частности, «Синяя ведерка», знаменитое движение автомобилистов, автолюбителей. Говорили, что вот как же здесь, я же перестраиваюсь вроде бы не через сплошную, а через прерывистую линию. То есть, формально правил я не нарушаю, я имею в виду правил перестроения. Понимаете, по правилам, перед тем, как перестраиваться, надо убедиться, что ты не создаешь никому помех. А тут ты явно создаешь помехи, более того, если у меня резко перед носом выскакивает какой-то автомобиль, я же не жду его, я еду себе спокойно со скоростью потока, как правильно сказали, замечательно, чувствую себя, музычку слушаю, авторадио. И тут, опа, кто-то выскочил перед носом. Опа, у нас закончилось время, Игорь. Огромное спасибо вам за то, что сегодня пришли. Очень скоростной, у нас на большой скорости получился разговор, реально хотелось обсудить все. Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что это был Игорь Маржарет, автоэксперт у нас в гостях, мы обсуждали темы опасного вождения, которые к концу мая ведут как понятие правил дорожного движения, так что всем особенное внимание. Всем хорошей дороги, друзья.